Рита тихонько шагала между оградок. Сегодня папа снова напился. Впрочем, как и вчера, и позавчера. Очень редко бывали такие дни, когда он ничего не пил. Но тогда Рита слышала, как он плакал. Она даже не знала, что хуже, то, что папа пьет, или то, что папа плачет. Жаль, что она не может взять его с собой. Когда мама не стала, Рита тоже очень плакала. День плакала, два. А потом ей приснилась мама. Они поговорили, мама обняла ее, и Рите как будто полегче немножко стало. А потом она поняла, достаточно рассказывать маме все, что произошло с ней за день, и тогда не будет так страшно одиноко. Она ходила на кладбище почти каждый день. Благо, находилось оно не так и далеко от их дома. Если Рита выходила утром, то к обеду уже была дома, а если в обед, то к вечеру всегда возвращалась. Папа и не замечал, что она вообще куда-то пропадает. Хотя, если бы Рита ушла на целый день, то он тоже вряд ли заметил бы. Наконец, показалась знакомая оградка. Рита осторожно открыла калитку и вошла внутрь. — Здравствуй, мамочка. Здравствуйте, дедушка и бабушка. Она рассказала маме все последние новости и, как обычно, немного посидела молча. — Ладно, мамочка, пойду я. Нужно посмотреть, чтобы папа все выключил перед сном. Девочка встала, осторожно закрыла калитку и засмотрелась на портрет матери. Какая же мамочка у нее все-таки красивая. На фотографии она еще здоровая, улыбается. Перед смертью мама сама на себя похожа не была. Худенькая, глаза ввалившиеся. Рита на похоронах решила, что когда вырастет, то станет тем самым врачом, который найдет способ лечить людей от страшной болезни. Она слышала, что бабки шептались, что от этой болезни спасения нет. Рите вдруг вспомнился последний день с мамой. С утра девочка, как обычно, вышла из своей комнаты и сразу наткнулась на взгляд отца. Папа смотрел на нее и как будто не видел. Рита так испугалась. Она сразу пошла к маме. А мама ее порадовала. Она так хорошо выглядела, даже румянец на щеках появился. – Привет, мамочка. – Привет, мое солнышко. Только голос у мамы сегодня еще тише, чем обычно. – Мамочка, а ты уже завтракала? – Я не хочу, солнышко. По щеке мамы вдруг покатилась слеза. – Ты мне лучше почитай что-нибудь, а то что-то мне сегодня разговаривать тяжело. Рита побежала за книжкой, а когда вернулась, мама уже спала. – Мама, мамочка, ты же хотела, чтобы я тебе почитала. Она потянула мать за руку и рука скользнула с дивана. Пальцы громко стукнулись о пол. И Рита закричала. В комнату сразу вбежал отец. Он схватил Риту и вынес из дома. Передал соседке на руки. Рита брыкалась, кричала, кусалась. – Мамочка, пустите меня к мамочке. Но тетя Зоя держала ее крепко и уносила все дальше от их дома. – Тише, девочка, тише. Нельзя сейчас тебе туда. Рита плохо помнила, что было дальше. Тетя Зоя отпаивала ее какими-то травами. Рита не плакала. Она просто спала или не спала. А потом ее привезли уже на похороны. Там-то Рита и увидела свою мамочку, которую собирались спрятать от нее. Девочку снова пришлось поспешно увозить, только в этот раз уже с фельдшером. Рита вздохнула. Прошло всего полгода, а как будто очень давно это было. В этом году ей в школу. Можно было еще в прошлом пойти, но мама заболела и папа забегался. Она помнит, как приходила учительница и долго говорила с папой на кухне. А потом улыбнулась Рите и сказала. – Ну, мы ждем тебя в следующем году. Она проверила, хорошо ли закрыла калитку и направилась к выходу с кладбища. Прошла уже половину пути, как увидела, что кто-то неуверенно идет в ту сторону, откуда двигалась она. Рита быстро юркнула за дерево. Прекрасно понимала, что папу не похвалят, если ее увидят здесь. И так слишком много народа знает, что Рита сюда постоянно бегает. Это была женщина. Молодая женщина, красиво одетая. Только лица Рита рассмотреть не могла. А потом женщина повернулась, и девочка тихо осела на землю. Но только на минуту, чтобы потом вскочить и броситься к женщине с криком «Мама!». Посетительница испуганно дернулась, когда услышала крик, а потом увидела Риту и замерла. А девочка с криком повисла на ней. «Мамочка, я знала, я знала, что ты вернешься! Я знала, что ты не оставишь меня одну!» Женщине ничего не оставалось, как обнять девочку и вытереть ей слезы. Она не знала, что говорить, но Рита тараторила сама. «Мамочка, скорее пойдем домой! Пойдем! Там папе так плохо, без тебя так плохо!» Они за руку вышли с кладбища, и женщина повела Риту к машине, которая стояла рядом. Девочка удивленно смотрела на автомобиль, потом повернулась. «У тебя теперь есть машина?» Женщина неопределенно пожала плечами, потом слабо улыбнулась. «Покажешь дорогу?» Рита так удивилась. «Как же так? Как мама могла забыть дорогу домой?» Потом Рита подумала, что из-за последних событий все возможно, и стала объяснять, куда ехать. Они подъехали к дому, и женщина вдруг сказала. «Значит, вы живете все здесь же?» Рита промолчала, потому что ничего не понимала. Она взяла женщину за руку и повела в дом. «Папа, папочка, я маму привела!» Из комнаты вышел Анатолий, увидел женщину и покачнулся. «Елена!» Рита ничего не понимала. «Папа что, с ума сошел? Их маму звали Настя. Причем тут Елена. Какая Елена?» Лена и Анатолий познакомились в автобусе, когда оба ехали из города на выходные. Анатолий, оказывается, жил в соседнем селе, и Лена удивилась, что никогда раньше не видела его. Честно говоря, и Анатолий удивился, потому что такую яркую девушку нельзя не заметить. Вечером встретились в клубе и закружилась. Понеслось. Уже через два месяца он сделал Лене предложение, а Анатолий согласилась. Хоть времена были и современные, но в деревне сватовство никто не отменял. Да и с семьей нужно было познакомиться. Толик знал, что у Лены есть сестра и родители. Настя оказалась очень похожа с Леной. У них была разница в год, но со стороны они были почти как близняшки. Только вот характеры абсолютно разные. Если Ленка – огонь, то Настя – лед. А после сватовства, Анатолия как будто подменили. Лена просто не узнавала его. А все дело было в том, что Анатолий понял – никакая Лена ему не нужна. Ему нужна Настя, в которую он влюбился. Чувства, которые он до этого испытывал к Лене, не шли ни в какое сравнение с тем, что он сейчас испытывал к Насте. Он мучился еще месяц, пока шла подготовка к свадьбе, а потом, узнав, что и Настя испытывает к нему то же самое, решился на откровенный разговор. Лена кричала так, что Толик чуть не оглох. – Ты? Да как ты можешь мне такое говорить за две недели до свадьбы? Настя, я тебя убью! Но назад пути не было. Рано утром, пока деревня спала, Лена собралась и уехала, никому не сказав, куда. Свадьба состоялась. Правда, невестой была Настя, а не Лена. В деревне качали головами и не понимали, как они все так попутать могли? – думали Ленка, а оказалась Настя. Через две недели после свадьбы родители Лены и Насти поехали искать сбежавшую дочь. В городе к ним вечером привязались какие-то отморозки. Папа пытался защитить маму. Он погиб на месте, а жена в больнице через день. Толик думал, что Настя не переживет. Она во всем винила себя, а после похорон выяснилось, что у них будет ребенок. Только это и давало сил. Лене не сообщили о смерти родителей, потому что просто не знали, куда сообщать. Не сообщили и о смерти Насти. Точно по этой причине. Лена и Анатолий сидели на кухне за столом. – Толик, ты пьешь? – он кивнул головой. – Пью, Лена. Понимаю, что нельзя, что дочка у меня, а поделать ничего не могу с собой. Ты-то какими судьбами? Уж кого кого, а тебя мы меньше всего ждали. В городе была. На три дня буквально приехала. Я живу далеко, очень далеко. И совершенно случайно тетю Зою встретила. Она старенькая такая уже. Увидела меня, плакать начала. Говорит, что же ты, Лена, ни родителей хранить не приехала, не сестру. Я думала, упаду прямо там. Стала утешать себя, что соседка старая сама не понимает, чего мелет. Время у меня было. Решила доехать. Я аж даже не хотела в деревню заворачивать. Думала, пройду по кладбищу. Может, увижу или не увижу. Знаешь, я пока ехала, поверила тетя Зоя. Только сама себя уговаривала, что нет, что не может быть такого. – Настя перед смертью часто вспоминала тебя. Все прощение хотела у тебя попросить. – Лена махнула рукой. – Не за что прощения просить. Все случилось, как случилось. – Рита. Рита очень похожа на нее. – Все это время Рита подслушивала за занавеской. Она беззвучно плакала. Значит, это не ее мама. А ведь Рита так обрадовалась. Девочка решительно встала и направилась на цыпочках к двери. Папа и тетя разговаривали, поэтому девочка выбралась на улицу незамеченной. Она еще и телогрейку отца прихватила. Рита знала, куда ей нужно. Ей нужно к маме. Только там она успокаивалась. На улице темнело, и Рита припустила бегом. В темноте она может заблудиться на кладбище. Примерно через пару часов Лена сказала. – Ладно, нужно ложиться. Мы завтра обо всем поговорим. – Да, я только Риту посмотрю. Она все время себе одеяло скидывает. Лена остановила его. – А можно я? Я, когда на нее смотрю, сердце сжимается. Представляешь, я же не знала, что у меня племяшка есть. Толик кивнул, и Лена направилась к девочке. Она открыла дверь. Чуть слышно горел ночник, а в кровати… В кровати никого не было. – Толик, ее нет. – Как нет? – Он вбежал в комнату, потом в другую. – Черт, я же положил ее, поцеловал. – Толик, она ведь думала, что я – это Настя. Может быть, поняла и сбежала? Толик начал одеваться. – Надо мужиков поднимать. Лена задумалась, потом спросила. – А часто она бывает на кладбище? – На кладбище? Зачем? – Нет, только со мной. – Значит, ты ничего не знаешь? Я встретилась с ней на кладбище. Она шла от мамы. – Ты думаешь? – Лена кивнула. Они бросились к машине. До кладбища было пятнадцать минут пешком, но так быстрее. Толик в сенях схватил большой фонарь. Они почти бежали между могилок, и Толик первый увидел свою телогрейку на могиле жены. – Рита, Рита! – девочка выглянула из кокона, в который превратила куртку. Она моргала с заспанными глазами. – Пап, ты откуда? – Рита, девочка моя, что ты здесь делаешь? – Рита удивленно посмотрела на него. – Сплю. Мне с мамой спокойнее. Лена протянула к ней руки. – Рита, солнышко, давай мы уже познакомимся. Я Лена, родная сестра твоей мамы. Твоя тетя. Я очень сильно буду любить тебя. Только не убегай. Рита немного подумала, потом вложила свою ладошку в ладонь Лены. – И ты меня не бросишь? Не уйдешь, как мама? Лена замотала головой. – Никогда. Я тебе обещаю. Рита посмотрела на папу. – Пап, правда? Что ему оставалось делать? Он кивнул. Лена пробыла у них неделю. И всю неделю она уговаривала Толика уехать с ней. – Да пойми ты, дурья башка, я не о себе думаю, и уж тем более не о тебе. Ты о Рите подумай, где ребенку лучше учиться – в местном захолустье или в большом городе? – О Насте. – А к Насте мы будем приезжать. Хочешь вместе, хочешь по отдельности. Рита смотрела на отца огромными глазами. Конечно, ей хотелось почаще ходить к маме, но в большой город тоже хотелось. Лена оказалась такой хорошей, такой веселой. Толик сдался. За два дня они упаковали вещи, попрощались с соседями, заколотили окна в доме. Толик и Рита стояли перед могилой Насти и держались за руки. Лена стояла чуть подаль. Она не хотела им мешать прощаться. – Мамочка, мы уезжаем с тетей Леной в большой город. Я буду там учиться, стану врачом и вылечу всех от той болезни, которая была у тебя. Лена отвернулась, вытирая слезы, и отошла чуть дальше. Когда Толик и Рита подошли к машине, она вошла в оградку. – Ну, здравствуйте, мои родные. Простите, папа и мама, что так… – Прости и ты, сестра. Я постараюсь, я очень постараюсь сделать Риту счастливой. Ты не переживай, сестренка. Лена помолчала немного, потом посмотрела на фото Насти. – А если позволишь, то и Толика тоже. – Как будто теплый ветерок подул, – коснулся щеки Лены. Та улыбнулась. – Спасибо, сестра. Все хорошо будет. Она присела на минутку, положила руку сначала на могилку матери, потом отца, а потом и на Настину. – Прощайте, мы постараемся приезжать почаще. Лена закрыла калитку и бросилась догонять Толика и Риту, тех, кто теперь был смыслом ее жизни, а впереди у нее была новая и интересная жизнь. Если вам понравился рассказ, просьба поддержать меня кнопкой палец вверх. А чтобы узнавать о выходе новых интересных историй, при подписке нажмите колокольчик. Всего вам доброго!